Шахматная партия может длиться очень долго, но может и закончиться, едва успев начаться. Многим интересно узнать, как быстро можно поставить мат в шахматах. Сейчас мы познакомимся с самыми короткими способами заматовать короля соперника. Но будьте готовы, что увидеть такие маты в реальной шахматной партии практически невозможно, так как никто не хочет проигрывать так быстро. Итак, самый быстрый мат может случиться после следующих ходов. Белые ходят f3, не самый удачный ход для начала партии. Белые не борются за центр, блокируют своего коня, а также ослабляют своего короля. Черные отвечают e5. И можно отметить, что черный ферзь уже готов объявить шах белому королю на поле h4. И сейчас, в случае грубой ошибки g4, черный ходит в ферзь h4. После этого хода белый король не может скрыться от шаха, от него также невозможно перекрыться, и черного ферзя невозможно забрать. Поэтому на доске мат. Время начинать следующую партию. Два хода. Самый быстрый мат, который возможен в шахматах. А сейчас давайте посмотрим похожую идею, но в этот раз белые будут объявлять мат. После ходов. e4, f6, d4, g5. Как белые ставят мат? Совершенно верно. Ферзь h5. Самый быстрый мат, который могут поставить белые, 3 хода. Надеемся, что в ваших партиях вам никогда не придется почувствовать горечь поражения так скоро. А сейчас ваша очередь потренироваться самостоятельно. Продолжение следует... Продолжение следует...